Удары, судя по всему, были нанесены надводными беспилотниками украинскими. Как вы помните, это беспилотники, которые поддерживались в том числе инициативой United 24, беспилотники, на которые донатил в том числе и я, надеюсь, и вы. Это очень быстрые, очень маневренные беспилотники, то есть у них нет пилота, они не пилотируются человеком, непосредственно сидящим на них. Визуально они похожи на квадроцикл, наверное, то есть довольно сложно по ним попасть, довольно сложно их засечь, довольно сложно их определить. И почему это серьезнее? Потому что если предыдущий взрыв был осуществлен невероятной операцией, то есть нашли дальнобойщика, нашли как другого дальнобойщика, чтобы передать, собственно, взрывчатку, все это замаскировать, все это провести на мост, то есть это довольно одноразовое действие. Да, взрыв был мощный, да, это было очень важно символически, да, это обсуждалось много-много-много дней, но это была единоразовая акция, которую невозможно масштабировать, потому что снова провернуть настолько сложную операцию, в которой настолько много параметров, не то чтобы сложно, но практически невозможно. Что же мы видим сейчас? Сейчас мы видим довольно простую технологию, то есть сама операция тоже непростая, провести эти дроны незаметно от российских радаров, от всяких там береговых охран и прочего, 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 но по исполнению это гораздо проще. То есть ты берешь надводный дрон, он подплывает к, кстати, интересно, относится ли к нему, вот что корабли не плавают, а ходят. Ну, в общем, он добирается до места, где опоры моста, и там взрываются, и можно под разные опоры. Дронов у этих, у Украины предостаточно, эффективно им противодействовать проблематично. Давайте посмотрим одну видеозапись. Утверждается, что эта видеозапись как раз в момент взрыва моста. Давайте посмотрим. Подтвердить подлинность этого я не могу, я не уверен, что это точно эта запись, может быть, это что угодно другое, но если эта запись правда, то мы видим перед взрывом некоторые, судя по всему, автоматные или не автоматные очереди. То есть, возможно, засекли как раз дроны эти в последний момент и попробовали по ним открыть огонь. Или еще что-то. Ну, то есть, грубо говоря, эти дроны могут достигать своей цели. Таким образом, можно сделать эти атаки регулярными, в отличие от того, что было с фурой. Ну, то есть, что делает Россия? Полностью перекрывает там всю водную поверхность, но эти дроны маленькие и маневренные. Они умудрялись нападать даже на российские суда непосредственно, у которых есть системы защиты. Ну, то есть, у которых есть возможность вести огонь по приближающейся цели. Из-за этих дронов российские суда даже начали менять расцветку. Ну, то есть, они сделали, значит, переднюю и заднюю часть покрасили в черный, для того, чтобы визуально размеры судна издалека отличались. Для того, чтобы оператору дрона, ему было сложнее определить, значит, куда именно он плывет и вообще в целом определить, что это российское боевое судно. То есть, эти дроны – это большой геморрой для Российской Федерации. В случае с мостом мы увидели, что, первое, этот дрон может пройти, второе, этот дрон может нанести существенный ущерб автомобильному полотну. Судя по всему, наверное, это я уже домысел мой, я думаю, там еще был какой-нибудь дрон, который должен был нанести удар по железнодорожному мосту. Но то ли не срослось, то ли, значит, как-то его, не знаю, может быть, уничтожили, может быть, он взорвался чуть раньше, может быть, неправильно рассчитали. В любом случае, вот этот коридор, который они себе нарисовали, который мы еще не знаем, как выглядит, он вполне перспективен для того, чтобы эти атаки стали регулярными. То есть, в отличие от первого взрыва, теперь Крымский мост можно держать в напряжении постоянно. Теперь можно перерезать эту артерию, собственно, регулярно. Но есть еще одна артерия, как вы помните, есть еще одна артерия. Надо сказать, что российские власти уже предложили для «отдыхающих» и «не в кавычках» тоже маршрут. Маршрут, то есть по, значит, оккупированным России территориям по сухопутному коридору. Почему маршрут сухопутный? Его так окрестил, кстати, даже не я. Его так окрестил, еще раз. Его так окрестил даже не я. Его так окрестил Z-канал 13. Этот маршрут, который проходит через Бердянск, Мариуполь и Мелитополь. Ну, то есть через точки, которые находятся на расстоянии ракетного удара от украинских позиций. По Бердянску недавно прилетали ракеты и уничтожили одного из российских генералов, генерала Цокова. В Мелитополе тоже часто бывают прилеты и взрывы. Более того, там, судя по всему, активно действуют партизаны. Поэтому считать, что этот маршрут как-то сильно безопасен, это сильное преувеличение. Конечно, для гражданских он опасен чуть меньше, потому что Украина не заинтересована и вообще не надо это бить по-гражданским. Но для ударов по военным колоннам, по грузовым колоннам, по колоннам с различными генералами вполне себе. Поэтому, скажем так, вот этот сухопутный коридор, он не вполне для российской стороны надежен. Более того, перерезание этого сухопутного коридора является одной из целей нынешнего наступления в СССР. А по поводу этого наступления в СССР, телеграм-каналы российские уже не так радужны, как они были буквально месяц назад. Месяц назад они кричали, да, мы всех побеждаем, у нас все супер хорошо. А спустя месяц оказалось, что украинская тактика потихонечку дает плоды. Что Украина, которая медленно и планомерно истощает и давит российские войска и растягивает фронт, готовясь к прорыву, вполне себе достигает своих целей. То есть, у российской стороны имеются проблемы с снарядами, с вооружениями и с контролем всего растянутого фронта. Поэтому, в какой момент это даст плоды, в какой момент Украина пойдет уже непосредственно на прорыв российской линии обороны, выйдет за нее и зайдет через ТЛЭ, это большой вопрос. Поэтому, собственно, перерезание двух основных артерий, сухопутной артерии и Крымского моста является целью Украины.